В зале историко-культурного центра проходят концерты и лекции, уроки патриотического воспитания и литературные конференции, встречи с интересными людьми и официальные мероприятия администрации округа. Но сегодня здесь собрались те, кто хочет сказать сотрудникам центра теплые слова в честь юбилея. Желаю всему критику творческого вдохновения, нового совершения в работе, оптимизма и благополучия. Глава Ленинского городского округа, 21 апреля 2021 года, Алексей Рудович Спасов. Одно из главных направлений деятельности КЦ на протяжении 25 лет – сбор и хранение бесценных исторических фотографий и документов. Если мы зачеркиваем или отставляем в сторону половину названия исторический, это получается культурный центр. А культурный центр – это примерно то же самое, что, скажем, дом культуры или дворец культуры. Это краеведческое направление и фонды, что тоже есть составляющая краеведения. Потому что нельзя вести настоящую краеведческую работу, если ты не обладаешь уникальными, эксклюзивными фондами, на основе которых ты эту работу ведешь. ИКЦ является и крупным культурным центром. Здесь проводятся театральные и музыкальные выступления как местных коллективов, так и гостей из других уголков России. Спасибо огромное коллективу за то, что вы несете в люди. Это культуру, это историю нашу, историю Вильямского края. Еще раз вас с праздником, уважаемые коллеги. Здоровья вам, успехов и всегда быть первым. В залах ИКЦ проводятся творческие выставки, декоративно-прикладное искусство, картины и фотографии. Посетители имеют возможность познакомиться с творчеством земляков. Меня очень радушно встретили, помогали как только могли, даже в чисто таких технических вопросах, как развесить. Потому что здесь специалисты. Мне оказали огромную помощь. И во многом, во многом, ну скажем, если был успех, то в огромном, огромная доля этого успеха. Я очень благодарен коллективу, они помогли мне очень здорово. Советник главы Ленинского городского округа Моисей Шамаилов – один из тех, благодаря кому и появился историко-культурный центр на месте бывшей столовой. Мы пришли сюда, здесь разрушенные катовые кухни, все сломано, нет электричества, ничего. Мы это засняли и говорили, так, через пару лет мы здесь сделаем ремонт, все будет красиво, а потом покажем, как было и как стало. Деятельность коллектива ИКЦ уже давно вышла за рамки, собственно, здания. В школах округа проводятся открытые уроки и выставки. Постоянно работает экспозиция в сквере «Юность». У нас есть идея, мы уже к ней ходим, по поводу того, что нам подобрали место в новой части города, потому что там живут люди новые, нас не знающие, не знающие наш город, и наши выставки могли бы, как бы сказать, сплотиться всему городу. Недавно историко-культурный центр стал подразделением Дворца культуры «Видное». Такое сотрудничество наверняка плодотворно скажется на деятельности заведения. В залах спокойствие, тишь, благодать. Можно подумать, присесть, помолчать. Наши ИКЦ мы о вас говорим и за работу благодарим. Праздничный концерт получился добрым и неформальным. В Заре царила, как принято говорить в таких случаях, домашняя атмосфера. Было здорово. Мы были счастливы, что к нам пришли люди, которых мы любим, поздравили нас. Да, конечно, мы готовили этот праздник, но в основном задумка была такая, что к нам приходят, нас поздравляют, а мы получаем поздравление. Мне кажется, все получилось. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова